До сих пор без приговора. Суд не смог огласить свое решение генералу Виктору Назарову. Он единственный обвиняемый в гибели 49 военных в Луганском аэропорту 14 июня 2014 года. Почему так и не прозвучал вердикт? Елена Миндалюк расскажет. Павлоградские районы суд, родные десантников, погибших, когда боевики избили Ил-76, пришли, чтобы лично услышать, каким будет приговор генералу Виктору Назарову. Его должны были огласить сегодня. Именно Назаров в июне 2014 отправил в Луганский аэропорт на ротацию 40 военнослужащих 25-й отдельно воздушно-десантной бригады с провизией и военной техникой. Тогда он возглавлял штаб антитеррористической операции. При заходе на посадку Ил-76 сбили боевики. Когда подсудимый появляется в зале, матери погибших бойцов не сдерживает эмоций. Ты армию поднял! Почему ты не поднял, когда детей убивал? Что ты творишь вот это вот, а? Из своих, чтобы 10 поколений получил Терцинка на гробах, так как вы получили своих детей. Слушания по делу длятся больше года. Уже изучили результаты всех экспертиз и допросили всех свидетелей. Подсудимым вины в гибели бойцов до сих пор не признает. Вы своего не признаете? Не признаете. Я ничего не порушил. Вот только вердикт сегодня так и не прозвучал. Судья заявил об ошибках, обнаруженных в материалах дела. В результатах экспертиз неверно указаны фамилии и даты рождения нескольких погибших военнослужащих. Уточнять их будут на следующем заседании 28 февраля. Родных погибших бойцов такой повар от событий возмутило. Они уверены, дело специально затягивают. Он влиятельный человек. Конечно, он приложит, сколько он денег заплатит, он приложит все усилия, чтобы это затягивалось. С этой болью жить невозможно с этой раной. Если Виктора Назарова признает виновным в гибели 49 украинских военных, он попадает за решетку на 8 лет. Это максимальная мера наказания, предусмотренная статьей, которая ему инкриминирует. Военная прокуратура квалифицировала действия Назарова как халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия. Елена Миндалюк, Евгений Конденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.